добрый день дорогие мои друзья сегодня в продолжение темы наших красивых юбочек я хотела бы вам показать вот такую вот юбочку то есть если первые два варианта у нас были выполнялись из прямого полотнища то вот этот вариант как раз выполняется из расклешенного вот такого вот а-образного полотнища юбки то есть как мы мы начнем с того как мы будем строить эту самую юбку а потом разберемся с тем как мы будем делать там вот какие-то какие-либо складки в данном случае это две встречных складочки которые у нас идут спереди и точно также я думаю они повторяются и сзади и так наше техническое задание пожалуйста давайте посмотрим полуобхват талии 36 бедра 48 и длина изделия 60 прибавка по талии конечно же 0 мы хотим показать талию если она у нас еще есть что для этого нам надо сделать для этого прямо на ткани мы берем с вами ткань шириной 140 сантиметров и так представьте себе что вот это у нас ткань вот такая у нас ткань это кромка и эта кромка складываем ее пополам у нас стало 70 сантиметров сгиб у меня лежит передо мной а кромочка лежит дальше причем эта юбочка у нас будет с двумя швами боковыми слева и справа то есть мы сейчас будем строить переднюю половинку юбки переднюю половинку юбки сложили в два раза значит мы сейчас будем строить только ее четверть вот эту четверть будем строить юбочки и так сгиб ткани это серединка нашей ткани и вот в этой версии такой юбки у меня долевая нить конечно пойдет по центру а боковой шов уже как я выберу давайте посмотрим что на это будет влиять и так посмотрите что мы будем делать своей тканью положили вот таким образом ткань справа у нас всегда линия низа поэтому я рисую линию низа длина изделия 60 сантиметров давайте полтора сантиметра возьмем на низ обработка низа и полтора сантиметра возьмем на верхнюю часть и поэтому от линии низа вот это у нас . н вверх я откладываю не 60 а соответственно 63 сантиметра и у меня получилось меточка линии талии . т . ты у меня получилось теперь я хочу посчитать какой же величины будет моя юбочка по линии талии это вот на этом участке если вот это у нас серединка юбки то соответственно какой величины у нас будет юбочка вот здесь для этого я должна 36 это у меня половинка юбки разделить на 2 получится 18 и так мне нужно по линии талии четверть юбки 18 сантиметров но у меня здесь еще есть встречная складка встречная складка меньше трех сантиметров глубину не бывает 3 сантиметра влево обратно 3 сантиметра вправо и обратно и того получается 6 на 2 12 значит я должна построить юбочку не 18 сантиметров а прибавить еще к ней величину вот этой выбранной мною складки если у будет не одна а две соответственно будете выбирать больше если она у нас будет не не встречная складка скажем а будут две обычных складки может быть они бантовую складку будут изображать то вы соответственно так и будете рассчитывать значит 12 это всегда складки или сколько там у вас получится и того у меня получилось 30 сантиметров значит вот от этой серединке я должна отложить 30 сантиметров и вот на этом уровне у меня будет боковой шов это мы себе поняли значит посмотрите где у меня будет боковой шов вот они 30 сантиметров вот здесь будет боковой шов в этом направлении могу вот в этом направлении его выбрать могу вот в этом потому что я юбочку хочу делать не прямую вот такую а я хочу делать конусообразную вот с таким вот направлением бокового шва и поэтому чтобы понять какую где у меня будет именно откладывается эта меточка я беру циркуль и радиусом 30 сантиметров вот у меня радиус 30 сантиметров от точки т провожу дугу вот у меня дуга на которой лежат все мои расстояния 30 сантиметров радиус радиус у меня 18 плюс 12 получится 30 и так я нарисовала то место где у меня будут лежать вот эти все расстояния ширины юбочки по талию по талии а теперь смотрите что я делаю я вот этот сгиб вот так перекладываю отмечаю сюда точечку талии моей вот я и сюда перенесла аккуратненько так и выбираю на угол раскрешения посмотрите я могу вот такой взять угол раскрешения и моя юбочка будет боковой шов и и будет вот таким вот таким она получится не слишком-то а талия будет у меня вот такой она будет не слишком-то у меня раскрешенная а на нашей юбке мы видели какое активное раскрешение поэтому почему бы мне не рискнуть и не сделать юбочку прямо вот такой вот посмотрите как у меня настолько я и раскрешаю насколько у меня позволяет моя ткань вот она как позволила мне выложиться до соответственно здесь я могу сложить ее еще раз как мы вырезали в детстве снежинки да и вот так вот уже и вот так уже нарисовать свою юбочку прямо на ткани закололи вот здесь иголочкой взяли ножницы подрезали по линии низа здесь прибавили припуск на обработку большой делать не надо полтора сантиметра вполне хватит и все припуски в длину у нас учтены посмотрите что у меня получилось у меня получилось конце концов вот такая вот юбочка но здесь я могу подровнять все соответственно да смотрите как она выглядит долевая нить у меня проходит по центру а боковой шов посмотрите под каким уголочком он у нас располагается почти 45 градусов поэтому чтобы не провисали очень сильно у вас боковые швы потому что угол наклона сильно изменился относительно центральной части я рекомендую такие юбки делать именно из того материала из которого показана она у нас и так красиво выглядит вот на этой картинке а здесь у нас что-то похоже на неопрен здесь достаточно много синтетики в этой ткани смотрите она совсем не мнется она достаточно толстовато то есть эта ткань которая не будет провисать по боковым швам только потому что долевая нить и уточная нить расположены по косой относительно друг друга вот в этом только есть опасность данной юбочки все остальное будет только на плюс и так мы нарисовали с вами вот эту юбочку не просто нарисовали мы ее вырезали теперь мы смотрим снова на свой технический эскиз выбираем место для нашей складочки вот этой встречной хотите сделайте ее посерединке но тогда у вас две вот эти складочки будут близко я бы отодвинула ее от серединке где-то на две трети наверное да примерно это на глаз а лучше подойти к зеркалу и померить у себя на своей талии конкретно вот это расстояние именно желаемое расстояние между складочками по талии и сколько у вас получится допустим у вас получилось 20 сантиметров значит в этом месте вы откладываете 10 сантиметров если у вас получилось 20 вы отложили 10 сантиметров и поставили точку эта точка начала вашей складки а сама складка мы рассчитывали с вами по 3 сантиметра 3 умножить на 4 сама складочка у нас 12 сантиметров значит мы должны от этой меточки отложить 12 сантиметров так вот таким образом я откладываю и ставлю вторую меточку и то что между ними это невидимая часть складки ну а как же мне ее заложить эту складку да здесь на самом деле все гораздо проще чем в тех случаях которые мы разбирали с вами накануне просто вот как радиусы как радиусы я бы их вот так вот повела тут бедра рассчитывать никакие не нужно например вот так и даже заметывать эту складку как-то не нужно посмотрите я давайте мы ее сложим вот эта серединка этой складочки да я хочу чтобы она у меня была встречная значит я складываю до серединки вот с этой стороны вот как то так могу ее развести да и раз и складываю до серединки вот с этой стороны вот и смотрите что у нас получается когда у вас юбочка вот такая вот с такими складочками но может быть на уровне бедер где у нас бедра здесь с вами давайте проверим на всякий случай 18 сантиметров у нас вот здесь находится до измеряем сколько у нас юбочка получилось здесь она у меня получилось 26 сантиметров а наши бедра как раз 48 сантиметров то есть 24 значит вот эта юбочка вот в этом месте при закрытой складочки будет больше чем наши бедра у меня здесь 26 сантиметров то есть наша складочка не будет расходиться так будет выглядеть как нарисовано на этой юбочке вот посмотрите как она лежит эта складочка открылась только потому что девочка приподняла боковой шовчик вот собственно говоря и все но мы выкрыли с вами только одну половинку юбки переднюю половинку скажем но мы же сказали что задняя точно такая же поэтому мы берем еще разочек свою ткань она у нас также сложена 70 сантиметров это сгиб это кромки накладываем нашу юбочку на вот эту и чутко аккуратненько по ней вот так вот вырезаем вырезаем нашу спинку конечно вот этот низочек вы осноровите немножко его подравняете он не будет у вас таким как у меня но здесь уже никаких проблем нет то есть вы построив однажды свою переднюю половинку вы легко можете построить заднюю половинку и вот наши юбочки обе ваши юбку обе ваши юбочки будут готовы сшиваете боковые швы здесь точно также размечаете свою складочку вам достаточно только поставить рассечки давайте мы вместе это сделаем как бы я это сделала вот пока они у меня лежат друг с другом я бы отметила серединку вот здесь растекла сделала бы рассечку начале складки и сделала бы рассечку в конце складки посмотрите и вот такие рассечки у меня бы построились на моей юбочке на задней половинке и когда бы я сметывала ее я бы уже просто напросто совмещала вот эти вот рассечки друг с другом и раскладывала потом бы эту складочку так как мне хочется вот собственно говоря и все что хотелось мне сегодня вам показать то есть вот таким вот простым образом можно выкроить такую юбочку нас к на прямо на ткани значит повторяю еще раз у вас может быть выбор настолько насколько вы захотите сделать это раскрешение если ткань тянется есть подозрение не надо так сильно раскрешаться помните тот радиус который мы рисовали не забывайте о нем и стройте свои юбочки именно так как вам хочется зная все вот эти закономерности вам сделать это будет довольно просто всех поздравляю с наступающим новым годом в новом году желаю всем добра мира здоровья счастья и много много творчества чтобы любое ваше изделие сшитое с любовью с надеждой с верой в успех приносила вам только радость подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всегда ваша Галина Коломейко до новых встреч